Особое мнение на 101FM Александра Соколова Это трагедия, произошедшая в Котельниче В конце прошлой недели Странная какая-то ужасная история Заброшенное здание школы Якобы муниципалитет Продал его частному лицу Это самое частное лицо Наняло другое частное лицо Для того, чтобы разбирать Это все дело И вот якобы двое подростков 14 и 16 лет участвовали В разборе этого здания И, увы, один из них погиб Там рухнула плита Но уже следственные органы Сказали свое слово Мера пресечения там избрана В виде домашнего Подписки о невыезде И вот слова, которые Александр Валентинович Сегодня утром на совещании озвучил До 2 сентября он поручил Всем главам муниципальных образований Проверить все заброшенные здания Вне зависимости от их формы собственности И принять меры для безопасности Оградить доступ к данным помещениям Чтобы ни дети, ни кто-либо другой Не могли оказаться на их территории Подумалось мне, боже, у нас на территории региона Столько заброшенных зданий Столько объектов Представляющих потенциальную опасность Для окружающих Можно, по-моему, забросить все дела И вот сейчас заниматься их инвентаризацией Возможно это, невозможно Но я понимаю, что тут надо Исповедовать какой-то основательный Комплексный подход Как вы взираете на все это? Ну, конечно, это большая трагедия И большая трагедия, которая Произошла, к сожалению, в силу Ну, так скажем Неискоренимого, к сожалению В нашем сознании Неискоренимой надежды на ось пронесет Ну вот Не пронесло? Да, я не знаю, конечно, к сожалению Подробности ситуации Но вот это, скорее всего, история Я продал, я уже не отвечаю А я только отвечаю за разбор А я, ну, вот ладно Ребятишкам там Поскольку-то рублей за кирпич Как написано было Возможно Пообещал там Всегда же прокатывал И сейчас прокатит Я смотрел кадры В частности, следственным комитетом Там огромная просто территория Огромное здание Два этих подростка Это вся рабочая сила была Или были еще? Ну, там непонятно, конечно Ну, не знаю, конечно Я там детали ситуации не знаю Еще раз повторюсь Это большая трагедия И, к сожалению Трагедия, произошедшая Из-за безответственности И Действительно Сегодня там прозвучали Слова соболезнований Но Я поясню Андрей Леонидович Присутствовал на этом совещании Да, традиционно Да, как раз практически оттуда Но, вы знаете Мне кажется Владимир, на самом деле Вот Выданное поручение Конечно Можно Пообсуждать Связанные с ним Вопросы В отношении того Какое количество зданий Там Насколько глубоко Можно обследовать За неделю И все остальное Но Знаете Я по духу понимаю Что это Собственно говоря Ровно то Чего ждет население От власти В принципе Да Мы же можем Опять же сейчас С одной стороны сказать Что где-то уровень Муниципальной власти Ответственность Где-то уровень Ответственности Бизнеса Где-то федеральных Вообще структур Которым принадлежат Там заброшенные здания И можно вот опять Снять с себя Всю ответственность Сказать что у нас На балансе Вообще таких объектов Нет Мы ни за что не отвечаем Но вот Мы с вами Как граждане Да И вообще В принципе Там население региона Там люди Которые здесь живут Наверное ждут От власти Как раз других Там шагов Проявление Какой-то хозяйской руки Да Ну во-первых Да Хозяйской руки Во-вторых Единства власти Ну не должны мы с вами Разбираться За что отвечает Муниципалитет За что отвечает Там федеральное ведомство За что региональная власть В нашем представлении Это собственно говоря Власть Некая единая Которая должна нести Ответственность За все то Что происходит в регионе Мы для этого Ее там Выбираем На различных уровнях И уже ее дело Между собой договориться Как взаимодействовать Сегодня собственно говоря Это и было продемонстрировано Были там даны Все необходимые поручения Конечно Детально там Проанализировать состояние Каждого здания Наверное невозможно Но Опять же мы там Если вот сверху вниз пойти То доходя до каждого Там сельского поселения Или там небольшого Муниципалитета Скорее всего Все эти здания известны По крайней мере Там составить их реестр И понимать За какими из них Требуется там Постоянный надзор За какими там Нет Кого Кто за какой отвечает Это за неделю сделать можно И здесь еще один Был важный момент Вот просто Опять же там Показывающий Ну степень погруженности Там для меня Проблема Да Александру Литиневичу Прямо было сказано Что Это сейчас хорошая погода И туда не лезут Сейчас вот Испортится погода Пойдут дожди И во все вот Доступные там Полуразрушенные здания Будут пытаться залезть И люди И дети Ну Даже если это Асоциальные там Условно говоря Элементы там Люди без определенного Места жительства Все равно они Как бы Это наши граждане Но эти объекты Будут их привлекать Да Они будут привлекать Они будут пытаться Там укрыться Да-да-да Согреться И все остальное И собственно говоря Ну вот На мой взгляд Там данное поручение С учетом его дальнейшей Там реализации Во что-то Да Где надо в снос Где надо в там Восстановление Где надо в хотя бы Ограничение доступа Это все можно сделать И это ровно то Чего и ждут люди от власти А представители бизнеса Они вообще По вашему опыту работы Да Многолетнему Насколько они Тщательно подходят К соблюдению Всевозможных мер безопасности Соблюдение требований Правил техникой безопасности Опять же И так далее Вообще давайте Если быть объективными То трудовое законодательство В Российской Федерации Одно из самых жестких По отношению К работодателю То есть С точки зрения Правовых Трудовых Правовых Взаимоотношений Права работника Права сотрудника У нас Достаточно серьезно Защищены И в этом смысле Если в ряде стран Наверное Там Значительную роль играет Профсоюзные организации То у нас Большая часть работы Им отдана Да То у нас Это как раз Государственная организация Трудовая инспекция Различные надзорные структуры Которые условия труда Контролируют Поэтому В этом смысле Работодатели И регионы И страны В целом Ну находятся В достаточно Такой Сильной Ну вернее Большой зоне ответственности За То за что Они ее несут За здоровье сотрудников За условия труда Там За обеспечение Средствами охраны труда За организацией работ И В значительном В значительном В значительной доле бизнеса Вопросам охраны труда Ну Уделяется серьезное значение На Более-менее Серьезных Там Больших предприятий Даже средних Есть специальные Там Есть специалисты По охране труда Которые за это отвечают Профессионально занимаются Ну при этом Опять же Там Конечно К сожалению Не исключены Подобные инциденты Ну Я В данном случае Там Не уверен Что мы вообще Можем говорить Там о бизнесе Да Ну Если это Там Даже индивидуальный Предприниматель Который взял Какой-то подряд Там на разборку Но в результате Привлек детей Ну я бы не называл Это бизнесом Да Вот Бизнес Так к своим Обязанностям Не относится Ну да Мы к сожалению Не знаем Что там Были за конкретные Договоренности Оплата Опять же Труда Каким образом Все это было Мне кажется Это больше похоже На Знаете Там Взаимоотношения На бытовом уровне Давай Ты мне разберешь Кирпич заберешь Я тебе там Сколько-то денег заплачу Договорились Договорились Возможно Возможно это были Родственники Не знаю Вряд ли Вряд ли Это были Там Ну прямо Вот Что называется Хозяйствен Как Устойчивая Формулировка Взаимоотношения Хозяйствующих Субъектов Вряд ли Но Еще раз повторюсь В любом случае Это конечно Трагедия И Здесь Любой Мне кажется Даже там Не то что Предприниматель Любой взрослый человек Просто взрослый человек Должен понимать Что использование Труда Или вообще Привлечение Подростков Детей К каким-то работам На опасных объектах Это Неоправданный риск Просто Неоправданный Ничем Поэтому Ну вот На сегодняшнем же совещании Затрагивались В том числе И вопросы Школьного питания Тоже там Достаточно жестко Высказался В Рио Александр Соколов Родителей Уже много лет Кстати Мы с вами тоже Родители Когда школьников Недоумевают Почему Мы не можем Детей в школах Детских садах Кормить своим Родным То что производится У нас Молочка Мясные продукты Сколько уже Скандалов мы знаем Когда приходит Некачественная продукция На комбинат Питания И потом Это все возвращается Поставщики Заносятся В черные списки Этот вопрос Он как-то решается В последнее время Я понимаю Что там Очень сложно Я прямо По детскому питанию Конечно Не скажу Ситуации Не владею Но сегодня На оперативном Совещании Был достаточно Понятный посыл И Собственно говоря Ну Будет даже интересно Посмотреть Как на него Отреагируют Но с учетом того Кто у нас сейчас Исполняет полномочия Главы администрации Ну чуть позже Мы к нему перейдем Будем надеяться Что посыл Будет правильно Понятный Посыл-то был Вот какой Можно исполнять Все какие там Угодно нормы Требования Санпины И все остальное Но если Еда невкусная Хоть и приготовленная По нормам То дети ее Не съедят А если дети Не съедят Соответственно Мы не добьемся Того Что является Основной целью Это правильное И сбалансированное Питание Детей и подростков За адекватные деньги Да Задача Это как бы Изначально На государственном уровне Помните Когда вводилось Горячее питание В школах По решению президента Задача стояла В начальной школе В начальной школе Да Ну За деньги Вообще В школе В целом Да Но задача Это правильное питание Балансированное Нормальное По минеральному И всем остальным составам Если мы Даже готовим По санпину Но это невкусно Так дети Не получают Правильного питания Поэтому Сегодня прозвучала Достаточно четкая задача Проработать вопрос И урегулировать его С точки зрения Не только Соответствия нормам Но и С точки зрения Как это правильно называется Органолептических Там качеств Из взрослопотребнодзора Да Говорят Ну Александр Тенчев Сказал прямо Здесь Ну как бы Надо решить вопрос так Чтобы готовили Как своим детям Ну а своим детям Мы готовим Как чтобы они ели Вот собственно говоря Там основная Главная задача И мне кажется В этом смысле Был показательный момент Вообще смены Ну вот такой Парадигмы Подхода к вопросу Вопрос должен решаться Не по формальному Соответствию Пунктам Каких-то Инструкций Или документов С точки зрения Достижения Результата Потому что Видите Там Ну Я достаточно давно Для себя Сделал вывод О том что К сожалению Наша система Госуправления Устроена таким образом Что большинство Ее Госслужащих Ее представителей Ее представители Да Получая какой-либо вопрос Начинают думать Не о том Как его решить А о том Как объяснить Почему его решить нельзя Ну вот так Она у нас устроена У них прекрасно Устроены мыслительные процессы Вот В этом направлении И Если изменить Парадигму Подхода С того Почему С объяснения Почему нельзя На поиск решения То Вся государственная машина Заработает Гораздо более Эффективные И положительные С точки зрения Результата Ну вот Как мне представляется Я без Ну там Без Без Излишней восторженности Да Но сегодня Там На оперативном совещании Ну вот По крайней мере В отношении Школьного питания Это было продемонстрировано Потому что Опять же Сколько проверок Прокуратуры проходило Нам всегда говорили Все хорошо Да Там Хотя и находили По закупкам Какие-то сложности Ну вроде как Все в целом Хорошо Но это вопрос Соответствует Не соответствует Или вкусно Не вкусно В данном случае Оказывается важнее Чтобы и вкусно И соответствовало У меня сейчас вспомнилась история Которую тут Вячеслав Николаевич Симаков Рассказывал пару недель назад Да По поводу Просьбы обращений Со стороны жителей Он не назвал имя Этого чиновника Но он сказал Что вот Был какой-то специалист Который изучил Рассмотрел Там То что от него требуется Но в ответном обращении Он просто написал Не наше Вот Вот и все Ничего не объясняет Ну мы ведь часто С этим сталкиваемся Это на самом деле Вот это Проблема В значительной степени Разрушенного Межведомственного Эффективного Взаимодействия И мы ее Видим постоянно Потому что Каждая из структур Отвечает Вот от и до За свой пласт работы Да И когда мы пытаемся Собрать результат работы Каждой из структур В общей Получается Что как в той Там басне Каждый тянул Свою сторону И вроде свою-то работу Он тянул Но результат Как бы Сложение векторов Не получается И поэтому Очень надеемся Что собственно говоря Ну вот Объединяющие силы Которые сейчас там Появляются И на региональном уровне И на муниципальном И ориентированные Как раз на вот Достижение результата А не реализацию процесса Ну будут собственно говоря К этим результатам приводить Ну веселого В нашей жизни В последние годы Как-то не очень много Когда год наступающий Приносит все новые И новые проблемы А тут Под конец лета У нас Меняется Власть В городе Приходят новые Исполняющие обязанности Главы администрации Можно ли расценивать Это как некий Подарок судьбы Кировчанам Когда Человек Досконально Знающий Городское хозяйство Собственно Приходит на должность Сити-менеджера И сейчас Я думаю Что многие Просто вот Скрестили пальцы И думают И желают Того Чтобы как можно дольше В кресле главы администрации Задержался Вячеслав Николаевич Симаков Вы тоже Исключительно положительные Посмотрите В последние дни Начиная с 10 августа Он возглавляет Городскую администрацию Столько энергии у человека Так жизненно Так по-простому Он информирует О своей работе В телеграм-канале Вот сегодня С утра Опубликовал очередной ролик Про бедную вятскую Кикимору Которую испачкали Пообещал Найдем Накажем Покажем Вот знаете Человек От Сахи Что называется Как принято говорить Я понимаю Что у вас есть Много своих Личных историй Связанных Совместной работой Вячеславом Николаевичем Вы знаете Вообще Надо задуматься О том В ТПП На территории Первоморского района Вообще Надо задуматься О том Представляете До чего дошли Мы с вами Подарком судьбы И чем-то Сверхъестественным Считаем Появление На месте Главы Администрации Города Человека Который Любит Знает Ценит И заботится О своем городе Ну вот Представляете До чего Это странно Конечно Слышать со стороны Если посмотреть На себя со стороны Ведь это так и должно быть Такие люди Там и должны быть И их должно быть Большинство И вы знаете Пример Вячеслава Николаевича Показывает Что такие люди Там есть Мы ведь Ну вот это та история Когда Ну Вы Я Многие из нас Знают Ну Значительную Долю времени Там Много лет Вячеслав Николаевич На разных должностях И вот это его Последовательное движение И Действительно Неоднократно Сталкивались И При этом Ну Всегда говорили И тут Нечего скрывать Всегда говорили о том Что это человек С которым Приятно иметь дело Можно решать вопросы Человек Неравнодушный человек Который знает Любит свой город И Относится к нему так Как к нему должны относиться Там Ну наверное Все там Работники администрации Меня еще знаете Какая-то Простите Перебью У вас Черта какая Поражает Вячеслава Николаевича Недавно как-то Зациклился на этом Он дает комментарии По заведомо Расстрельным темам Вот Тут главу администрации Просто вот можно Съесть Да Вот за эту проблему Нет Он комментирует Слушайте Ну на самом деле Мне кажется Для Вячеслава Николаевича В этом смысле Расстрельных тем нет Он знает все проблемы города И он знает прекрасно Что мы не решим их Одномоментно Да С другой стороны Он не объясняет Все происходящее В городе Наличием проблем Огромных Нерешаемых Он говорит о том Что это решает Это мы решим Так Это мы решим Так Это решим Тогда Об этом я знаю То есть он их знает Признает Но не констатирует Их наличие А как бы Говорит о том Что будем с ними делать И в этом смысле Как раз его отличие То что я вам говорил Приходишь к чиновнику И он говорит Объясняет тебе Почему нельзя Вячеслав Николаевич Никогда Ну я по крайней мере Не попадал в ситуации Что он объяснял Почему нельзя Он всегда с тобой Искал какие-то решения Причем что было показательно От очень небольших Даже на уровне Вот замглавы администрации Там Руководителя Первомайского района Я к нему обращался С вопросами Начиная от Там урны Или там От цветника Там вазона У небольшого там Салона Одного из предпринимателей И заканчивая Ну глобальными вопросами Там тех же самых Этих Вывесок На фасадах Да Которые касались Там всей улицы Ленина И всего И каждый вопрос Мы с ним Ну детально Рассматривали Решение Находили Так или иначе Поэтому очень хочется На самом деле Надеяться Что Не только Ну Там он избавится Как принято говорить От приставки Там исполняющей Полномочия Да Но и Сумеет Собрать вокруг себя Команду Тех Кто будет так же Относиться к городу Один в поле Ну конечно воин В России Все зависит от человека И Роль личности высока Но город Это хозяйство Это хозяйство Которым надо заниматься И мы видим По примеру Даже Кирова Можем сейчас Не другие города Что если заниматься городом То в нем появляется порядок Вот очень надеюсь Что у Вячеслава Николаевича Будет возможность Полноценно порядком В городе А если вот сейчас Попытаться сформулировать Сформировать Каких-то пару Тройку Замечаний Предложений По своим профильным темам Связанным с бизнесом И так далее С Дмитрием Валерьевичем Сергеем Мы общались Неделю назад Он говорит Что например Очень замопостроительства Не хватает В городе Да У нас проблема С нестанционарными Торговыми объектами Она В каком-то подвижном Замечшем состоянии Давайте прямо Владимир скажем Бизнесом в городе Никогда никто И вообще не занимался Несмотря на то Что в городе Кирове Сосредоточено Смотря как считать От 50 до 70 процентов Бизнеса По количеству По оборотам По всему В городе Никто никогда Бизнесом не занимался Управление Экономического развития Или как оно называется В большей степени Занималось Прогнозированием Неким Расчетами Еще чем Все взаимодействие С бизнесом Было переложено На министерство Региональное И на центр Мой бизнес Как правило Опять же Региональная структура Единственное Взаимодействие С бизнесом Заключалось В большинстве случаев С тем Что территориальное управление Вовлекали бизнес В различные проекты Или что-то еще Плюс регулятивные функции Разрешение Лицензии Что-то еще Этого не хватало Никогда И мы это говорили Там На всех уровнях И Собственно говоря Хотя город Должен за бизнес Родить Больше всех Потому что Он на бизнесе Держится Надеемся Что эта история Тоже изменится Потому что Ну Бизнес-то уже привык И без этого жить Да Но Вопросов много Начиная С земельных Когда мы Не можем По Нашим Кировским Предприятиям Решать Вопрос Увеличения Производства Расширения Производства Из-за того Что Мы не понимаем У нас Невозможно Нигде ничего Построить Новый цех Построить нельзя Даже в промзоне Да И эти вопросы Постоянно Сегодня опять же Александр Валентинович Там На Оперативном Совещании Городу дал Прямое поручение Вообще Ревизию Земельных Площадок Провести Потому что Какое впечатление Что в городе Нет земли Чтобы там Развиваться Не под социальные Объекты Не под Производственные Не под строительство То с чем мы Там опять же Сталкивались Да Поэтому Бизнесу Этого не хватает Не хватает Взаимодействия Если мы зададимся Вопросом Кому К администрации Города Обратиться Предпринимателю С вопросом Развития Своего предприятия Мы боюсь На этот вопрос Ответа не найдем Либо там будут Очень долго Долго искать И в конце концов Объяснять Почему опять нельзя Почему опять нельзя Выполнить Да Вашу просьбу Найти решение По вашему вопросу Да безусловно Но есть и текущие Абсолютно вопросы Это та же самая Ну вот Те вывески Которые я упомянул Да Я надеюсь Что нам удастся Все-таки Там снова Администрации Уже К решениям прийти Потому что Пока это были Процессы обсуждения И бизнес готов Участвовать В благоустройстве Бизнес готов Там Участвовать В подготовке К 650-летию Чему уделяется Большое внимание Но для этого Нужны там Нормальные Понятные правила Взаимовыгодные Если бизнес Меняет вывеску Так вы тогда Отремонтируете Тротуар Ну потому что Говорить о Дизайн-коде Когда ты должен Поменять вывеску На фасаде Но при этом У тебя тротуар По которому Невозможно пройти Ну какой это Дизайн-код Давайте правде В глаза посмотрим Насколько я помню Да простите Что перебиваю Насколько я помню В начале этого лета Поднимался вопрос Мы разговаривали С Владиславом Поповым Уполномоченным По защите прав Предпринимателей О возобновлении Работы Совета Предпринимательского Что-то При администрации Была такая тема Напомнить Да была Обсуждалась 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 Да Почему нельзя Не знаю Обсуждалась И планировалась Насколько я помню К 26 мая Дню предпринимательства Провести И собственно говоря Владислав Леонидович Этой инициативой Занимался Но Я насколько знаю Ни совет не состоялся И Владислав Леонидович Уже Не занимается Этой темой То есть опять таки Вот в подвешенном состоянии Ну Давайте просто Констатируем ситуацию О том что Там конструктивный диалог Бизнеса И Городских властей Ну Практически отсутствовал А кстати Всевозможные площадки Там в интернете Сейчас есть Когда предприниматели Обсуждают Насочные проблемы Темы между собой Там Администрация вообще Никак не участвует Как-то поставить В известность Сразу вот оперативно Возможно ли вообще Такое взаимодействие Вот Когда молниеносно Прям решается Вот заявляет Слушайте Ну практика показывает Что возможно Но опять же Видите Надо понимать Мы можем там На Вячеслава Николаевича Бросить все Начиная от Там проблем Бездомных животных В городе И заканчивая Там не знаю Инвестиционной привлекательностью Работой с Стратегическими инвесторами Но это неправильно Практика показывает Что в тех регионах Ну я за свою тему Да Что в тех регионах Где бизнес развивается И чувствует себя Достаточно комфортно Это не прямая замкнутость На первое лицо Города или региона Это конечно Возможность коммуникации С ним Но при этом Обязательное наличие Профильного зама Который вот Отвечает и занимается Этим образом Потому что мы с вами Понимаем Ну город Хозяйство большое И где-то Бизнес хочет построить Там свой объект А социалы Хочут построить свой А люди хотят Вообще Часть людей Хочет парк И что-то еще И вот здесь Начинаются процессы Которые нельзя Ну они не могут Быть решены На уровне Самих Обращающихся Это должны Как раз Городские власти Исходя из Генплана Плана стратегического Развития Стратегии развития Которые там Принимали До 35-го года Вот они должны Решить и сказать Что нам здесь Важнее в настоящий момент То-то и то-то Потому что И убедить в этом людей И вот здесь Включаются В ситуацию Как раз Ну профильные замы Которые погружены В повестку Мы же не можем Там первое лицо Нагрузить решением Вот выберите А что-то одно Вот А с этим тоже Как бы С этим вопрос Поэтому я почему Я говорю В общем зам по строительству Нужен Зам по предпринимательству Нужен Который будет Конкретно Нет Видите Мы так можем Пойти по каждой отрасли Там зам по общепиту Зам по НТО И по всему Нет Должен быть Курирующий экономику Зам А экономика Это и строительство И предпринимательство И все Человек который в этом понимает Потому что он тоже будет Смотреть экономику С точки зрения Интересов различных На рекламу Нам пора просто выходить Да Продолжим наше общение С Андреем Мусенко Президентом Вятской торгово-промышленной Палат С Андреем Мусенко Президентом Вятской торгово-промышленной Палаты Мы сегодня беседуем Хочу сейчас поговорить Об инициативе Торгово-промышленной Палаты Которую мы к сожалению Не успели осветить На прошлой неделе В программе Дневной разворот Хотя очень хотели Просто времени Не хватило Я имею ввиду Появление проспекта В областном центре Имени Николая Михайловича Липатникова Многолетнего Руководителя Авиатско-торгово-промышленной Палаты Напомню Что Николай Михайлович Ушел из жизни В мае 2020 года Время бежит Солидный срок Уже прошел Мы тему этого Затрагивали В связи с тем Что у нас улицу Горбачева Хотят переименовать В улицу имени Альберта Лиханова Я насколько понял У вас там Совершенно иной подход был Вы не хотели Изначально ничего Переименовывать А изначально Были за то Чтобы новая улица Была названа В честь Николая Михайловича Да Здесь Должен сказать Что у нас Собственно говоря Когда через некоторое время После кончины Николай Михайлович Вопрос Об этой инициативе Обсуждался Мы его обсуждали И в кругу друзей Собственно говоря Соратников Николай Михайлович И естественно В первую очередь С семьей Изначально Изначально Была сформирована Сформулирована Позиция и семьи В первую очередь Ну и собственно говоря Там коллег-товарищи О том что Мы будем обращаться С инициативой О присвоении Ну одному из новых Объектов Тогда не знали Будет это улица Будет это проспект И что-то еще Но мы выходили С инициативой Именно О присвоении Новому объекту И потому что Это была позиция Семьи И потому что Это была позиция Наша И в первую очередь Потому что Ну мы Все хорошо знаем Николай Михайлович И мы Больше чем Были уверены Что это Было бы Единственным Вариантом Который бы Он вообще В принципе Ну не то что Согласился А не был бы Категорически против Потому что Николай Михайлович Любил город Любил Горожан Жителей города В свое время Вопросы строительства Тоже курировал И возглавлял Горсовет Горсовет И поэтому Даже Там Потенциальное Какое-либо Там Конфликтное Состояние Связанное С переименованием И объяснением Почему переименованием И вообще Сам факт Переименования Он был там Не приемлем Поэтому мы Изначально Выходили С такой инициативой Мы Собирали Письма поддержки Именно в адрес Новых объектов Ну и собственно говоря Дальше Уже вместе С администрацией города С муниципальным Учреждением Архитектуры Смотрели Объекты Которые там Будут И более того Сейчас речь идет Лишь о том объекте Который будет появляться Сейчас нет Он сейчас Уже Запланирован Это микрорайон Чистые пруды Да И вот туда дальше Если мы продлим Слобода столбик Фигурирует Да Кольцо Храм И вот Дальше туда будет продолжена Эта большая улица Она по своему формату Собственно говоря Ну соответствует С требованиям К проспекту Она и будет называться Проспект Он будет состоять Из трех таких частей Переходящих Одна в другую И вот Первый из них Будет носить Дальше Для нас это было Просто принципиально важным Поэтому мы Собственно говоря На это сразу Ориентировались По срокам Пока еще не ясно Поскольку идет Строительство Да Это пока спроектированная История Мы надеемся Ну то есть Она прошла У нас Комиссию По топонимии Опрос закончился Еще в конце июня Если не ошибаюсь Опрос Да Опрос был В июле В Ленинске Потом была Комиссия По топонимии Сейчас этот вопрос Будет окончательно Вынесен уже На Гордуму Это будет уже Новый состав Гордумы Мы естественно Будем опять же Это представлять Нашим депутатам Объяснять Ну надеемся На поддержку Ну и после того Как уже решение Состоится Мы посмотрим По Ну в отношении Некого Анонса Да Там или Какого-то Визуализации Какой-то Да Этой истории Может быть Ну установим Опять же По согласованию Мини-стеллу Или что-то Говорящее О перспективах Развития города Вопросы там Появления бюста Возможно Какого-то Николай Не рассматривались Нет Здесь не рассматривался Тут Честно говоря Даже В отношении Памятной доски С учетом того Что Николай Михайлович За Всю свою жизнь Которую провел В Кирове В нескольких местах Пожил Было решено Что Памятную доску Ну это было решение Семи Мы его уважаем Естественно Вот Три-четыре минуты У нас остается До конца беседы Я понимаю Сейчас следующую тему Так мы не успеем Все-таки Раскрыть Но вот Лично у меня Некое Я думаю Что не только у меня Такое ощущение Тревоги присутствует Читая Всевозможные Аналитические материалы Высказывания Разных экспертов Говорят Говорят они о том Что осенью Нас ожидают Ухудшение Социально-экономического Положения В стране Там Росбезработица И так далее Мы давно просто С вами не общались Огромное количество проблем Я понимаю Чем вообще Сейчас вятский бизнес Живет Какие тенденции Возможно Нам возвращение Пандемии Обещают Да Вот По ощущениям Я тут В последнее время Давай интервью Либо нас напугаете Либо успокоите Начиная Очередное интервью Словами В эти сложные времена Я Попытался вспомнить Было ли когда-нибудь Время Когда мы говорили В эти легкие Простые И благоприятные Времена Я понимаю Что там от отрасли К отрасли Разная ситуация Ну Вы знаете Мне кажется Что основное Что можно сказать Это Конечно мы находимся В непростой И уникальной ситуации Сочетание факторов Работающих С одной стороны Против экономики Там да С другой стороны Там на экономику Оно уникальное Мне кажется там Ну Наша страна любит Уникальные ситуации Любит в них попадать Там или приходить Как бы да И потом из них Благополучно выбираться Поэтому Я бы сказал так Не реализовались Апокалиптические прогнозы Которые были весной А уже тогда Говорили Что мы летом Не протянем Там совсем Есть Понимание Определенной Управляемости Ситуации Этого очень Весной Не хватало Было впечатление Что не контролируем Ну не контролируемая ситуация Развиваются Сейчас есть Ощущение Контролируемости Есть Уже За это время Состоялся Наверное Такой Серьезный анализ Тех вопросов Которые надо решать Уже не просто Проблемы А вопросов Которые надо решать И в значительной степени Есть понимание Пути их решения Сейчас все будет зависеть Многое Многое Будет зависеть От действий Федерального Правительства Регионального И уже не ситуативных Когда надо Вот сейчас Косить пожар Или сейчас Что-то срочно решать Ставку поднимать Или запрещать Доллары В обороте Или что-то еще А о системных мерах Вот то О чем мы В общем-то Говорим давно В частности На уровне региона Вот мы И на ЗАГС Собрании И на правительстве Получаем понимание Того, что надо Выстраивать Долгосрочную Налоговую политику Хватит каждый год Определять правила игры Если мы хотим Развивать регион То правила должны На 2-3 года Работать минимум Вот Это наверное Основное сейчас Ожидание И во всех направлениях Что будет с кадрами Что будет с Потенциалом региона Что мы будем развивать В Киевском Будем развивать Лесную промышленность Как собирались Тогда нужны Четкие правила игры Сейчас тоже Я так понимаю С этим пытаются Разобраться Потому что Ну Еще в середине лета Бизнес говорил О том Что до ноября У нас Как бы Сил хватит Понимание Кризис Кризис такой Жесткий Прошли Криз Сейчас надо выходить Вздохнули 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 вернее Немножко Подуспокоились Чуть-чуть выдохнули Чуть-чуть выдохнули А теперь надо вдыхать Теперь вдохнуть надо И вот теперь ждем Что будем вдыхать Андрей Усенко Вице Простите Президент Вятской торгово-промышленной Палаты Конечно же Сегодня гость Особого мнения Всего доброго До свидания Удачи Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM